Девушки отдыхают Эксперта по лжи, моего хорошего друга, психолога Дмитрия Карпачева Здравствуй, Дима Здравствуй, Надя Я очень рада тебя видеть Очень взаимно А ты меня не обманываешь? Сейчас нет А вообще можешь? Хочу сказать, что каждый человек лжет Это, наверное, заложено нашей природой И я бы сказал, что люди, которые всегда говорят правду, это вот какая-то патология Потому что за ложью человек скрывается от страхов Причина лжи Вот если бы ты у меня спросила, почему люди лгут Я бы тебе сказал, страх Они всегда чего-то боятся Значит, врать и обманывать это нормально? Это не хорошо, но это нормально Более того, я хочу сказать, что те, кто говорили, да не, да я всегда говорю правду Они все-таки иногда тоже врут, они просто не называют это ложью А как это можно называть по-другому? Чтобы умолчать, недосказать, сделать так, чтобы человек сам сделал выводы, которые не соответствуют действительности Ведь это же ложь Ну и как можно определить, что человек врет? Ну, есть несколько способов Меня интересуют те, которые можно без детектора лжи осуществить Все люди могут это определить Если они просто будут внимательны Если они просто будут смотреть на поведение человека На жесты, на мимику, на интонацию На то, что он говорит и как он говорит Мы хотим научиться этому, можно? Научиться можно Давай это сделаем на наглядном пособии, скажем так Давай, показывай Ну вот, девушка Ну, это самый распространенный жест лжи Когда человек каким-то образом в момент разговора пытается прикрыть рот Это признак лжи Например, если бы я говорил Надя, ты сегодня очень хорошо выглядишь Я бы порекомендовал тебе мне не поверить Более того, в данном случае я еще отвожу глаза Это тоже может быть признак лжи Давай еще посмотрим фотографию Ну вот, малышка Неужели врет? Я думаю, что да Более того, предыдущий жест Он, просто это взрослая трансформация жеста из детства Что делают дети, когда взболтнули лишнего? Ой! Да, совершенно верно Они что-то от нас скрывают Взрослый человек, он же не может вот так вот сделать Но это уж будет совсем, да? Это выглядело бы странно Когда я бы сказал Надя, ты сегодня выглядишь хорошо, потом ой Понятно Давай посмотрим следующую фотографию О, этого человека знают как лжеца, извините, многие-многие Что он делает? Ну, эта фотография, она была сделана в момент пресс-конференции Посвященной войне в Ираке Где данный персонаж говорил о том, что войны в Ираке не будет Утверждал Джордж Душ Да, мы все помним, чем это закончилось А почему нос? Потому что на бессознательном уровне нам нужно как-то скрыть свой рот И это может быть почесывание носа, потирание бровей Любой жест, который закрывает рот То есть пока мы видели один и тот же жест, только в разных формах Совершенно верно Ну вот опять Ну Сразу втроем Фотография в Госдуме Скорее всего, в момент принятия того законопроекта По поводу которого они говорили что-то лестное Да Они стали чесать себе носы, потому что Не сговариваясь Не согласны они с этим, совершенно верно Самое интересное, что они это сделали коллективно Ну сказать, что у всех сразу зачесались носы, но это странно, правда? Точно врут Давай дальше смотреть Однозначно На этой фотографии хочу обратить твое внимание на скрещенные пальцы В ряде случаев скрещенные пальцы могут свидетельствовать о лжи Особенно если до этого человек сидел открытый, жестикулировал И тут в какой-то момент скрестил пальцы А вот этот жест может означать? То же самое, да Это также может означать, что вы его просто утомили Он вообще устал Либо вы ему неприятны Ну, мы сегодня говорим о лжи И давай следующее посмотрим О, ну известный музыкант вроде бы всем доволен Конечно, но эта фотография была сделана на пресс-конференции И он отвечает на вопрос о своих гонорарах И что с ним не так? А ты обрати внимание, что у него происходит с нижней губой Как-то он ее так странно поджимает Да, совершенно верно Это значит, что что-то он не то отвечает Он пытается себя контролировать и сказать тот ответ, который нужно сказать А не тот, который есть на самом деле Классно! Такие секреты знать здорово Насколько я понимаю, это один из видов признаков, да? Кроме того, что наше тело может нас выдать как лжеца Мы еще словами можем показать, что лжем И мне кажется, мы тоже можем потренироваться, потому что у меня есть несколько видео известных людей, которых мы все с вами знаем И сейчас попробуем определить, лгут ли они Давай посмотрим Я желаю ему всего лучшего и думаю, ему не будет самотнюю в Белом доме, как не было и мне У него хорошая семья, про которую он пиклуется Джордж Буш желает успеха Бараку Обаме Вы верите этому человеку? Нет Здесь мы видим явное расхождение того, что говорит человек с тем, что он делает Он говорит, я думаю, что ему будет хорошо Знаешь, это как подруга подруги Ты сегодня такая красивая Да И я рекомендую в этих случаях верить телу, а не словам Давай глянем еще Я не оправдываюсь И ни в коем случае я не оправдываю от этой несдержанности Я себя не оправдываю Но здесь история такая Вот здесь всего 10 секунд Я знаю это видео, да На самом деле оно длится дольше Секунд 30 Ну мы сделали нарезку для того, чтобы было видно, сколько раз за 30 секунд Филипп Киркоров произнес вот эту фразу Что это значит? Это значит, что он скорее всего лжет, потому что он акцентирует на этом излишне наше внимание Зачем три раза повторять за 30 секунд? Я себя не оправдываю Что-то здесь не то Более того, в общем-то, мы лжем часто И иногда мы думаем, что это пойдет нам на пользу Но на самом деле Частая ложь, она идет нам во вред В тот момент, когда человек лжет, в его мозгу происходит электромагнитный всплеск Это, кстати, и фиксирует полиграф Так вот, ученые выяснили, что этот всплеск является достаточно интенсивным и остается в памяти навсегда Если мы сравним, да-да, если мы сравним это, допустим, с жестким диском То чем больше мы врем, тем больше места занято ложью, занято вот этим вот всплеском Именно ложь является причиной склероза, плохой памяти и всех тех бед, которые происходят с нами в старости Подожди, так если у моей бабушки склероз, значит она много врала? Вероятно, что так Я думаю, что, в принципе, вот ты сейчас уже узнала несколько таких вот базовых основных признаков По которым можно понять, лжет человек или нет Да, спасибо тебе Вот я бы хотел проверить, насколько хорошо ты усвоил этот урок Давайте проверим, да? Сейчас у нас в студии есть три молодых человека Они тебе расскажут истории Кто-то из этих троих актер, который играет роль Второй человек – это обычный человек Не актер, но которого я тоже попросил лгать И один из них будет говорить правду Я хочу, чтобы сейчас каждый из них рассказал свою историю А ты и зал попробовали угадать, кто из них говорит правду Кто начнет? Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 35 лет Я работаю инженером, женат, детей пока нет Но мы ожидаем, жена вот не сегодня-завтра должна родить Мы когда были на УЗИ, нам, к сожалению, не сказали, кто будет, мальчик или девочка Но по сути ведь это не так и важно Но лично я очень сильно хочу девочку Недавно мы в детской комнате сделали ремонт Поклеили розовые обои Надеюсь, все-таки девочка А жена своими руками сделала шторки Вышел одесский рисунок Мы очень ждем свою малышку Ну, спасибо за откровенность Итак Он рассказал правдивую историю Или все-таки что-то в его поведении выдало лжеца? А вы как думаете? Кажется, что говорил правду? Ну вот когда Сергей говорил Моя жена такая прекрасная, когда беременна Он сказал так Моя жена такая прекрасная И как учил меня доктор Карпачев Это признак лжи Я считаю, что Сергей сказал неправду Может, давай потом ты мне результаты сообщишь? Конечно, потом я тебе скажу результаты А то мы так методом исключения дойдем до правды Да, действительно Следующая история, Паша Я вас всех приветствую Меня зовут Игорь Мне 46 лет У меня есть прекрасная жена Она мне родила шестерых детей Старше ему 20 Он учится в радиомеханическом техникуме Сын Елисей, которому 14 лет Он занимается легкой атлетикой Еще у меня есть дочка Олечка Которая 12 лет Она занимается художественной гимнастикой Еще у меня есть Артемка Которому 10 лет Он серебряный призер Украины По единоборствам рукопашным И есть еще у меня два маленьких сына Это Олежка и Игорюнечка Игорюнечке 3 годика Олежке полтора годика Это на сегодняшний день чемпионы По домашнему беспределу Который наводит беспорядок А потом пытается помочь маме Навести порядок Это была правдивая история Или все-таки лошадь История такая, что я вам скажу Как я определила, правда это или ложь для себя Ведь Игорь так рассказал о детях С такой любовью Все о них запомнил И так можно говорить только о своих детях Я думаю, что это правда А вы что думаете? Вы со мной согласны? Кто-то думает, что Игорь врет Ну тогда нам нужно выслушать Третьего героя А потом определиться Все-таки, что на самом деле А потом я расскажу Кто из них был лжецом Здравствуйте Мое имя Самуил Геннадьевич Мне 40 лет Я биохимик Работаю в НИИ Биохимии имени Паладин Сейчас работаю Над докторской диссертацией Тема диссертации Влияние токсинов На Может хватит? Мне кажется, этот человек врет АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы говорите, вас зовут? Меня зовут? Да АПЛОДИСМЕНТЫ Самуил Геннадьевич Мне кажется, что в некоторых ситуациях Просто сразу можно сказать Что человек врет Да? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Дим, раскрывай свои карты Ты же знаешь правду Ты была абсолютно права Игорь, вы говорили правду АПЛОДИСМЕНТЫ Обязательно передавайте жене И привет, и детишкам тоже Скажите классную историю Да? Потому что правдивая И про любовь Мы такие любим Несмотря на то, что Якобы определить ложь Очень просто Такие вот простые признаки И у тебя даже получилось Да, спасибо Ты же меня научил Я бы вот все-таки Не рекомендовал Вот сгоряча Вешать на людей ярлыки Раз он вот почесал нос Значит он не лжет Это всего лишь гипотеза Возможно человек лжет А вот лжет или нет Это требует дополнительных признаков Всегда нужно посмотреть В комплексе на ситуацию Ты знаешь, я с тобой согласна Тем более, что я люблю в жизни Людям доверять Спасибо, что пришел Есть такая древняя мудрость Лжицам не верят Даже тогда, когда они говорят Чистую правду Помните об этом И будьте честны Прежде всего Сами с собой АПЛОДИСМЕНТЫ